Так, продолжаем говорить про строки. Сегодня, как и обещали, расскажем алгоритм Охо Карасик. Что за алгоритм? Смотрите, рассмотрим такую задачу простую. Вот есть у вас текст. И есть несколько строк, которые вы хотите найти в этом тексте. Какие-то N строки. Вы хотите все эти строки поискать в тексте. Для каждой строки вы хотите, ну там может варьироваться от того, что мы посмотрим разные вариации. Давайте какой-нибудь простой начнем. Давайте найти хотя бы одну из этих строк в тексте. Чем-то такое. Вот хотим какой-нибудь из этих строк найти вот здесь вот в тексте. Могут быть разные вариации. Могут быть там посчитать сколько раз встречается каждая строка. Для каждой строки найти какое-то вхождение. Все что угодно может быть. Все вариации в конце разберем. Начнем чем-то с простого. Вот хотим какую-то строку найти в тексте нашем. Все, конец. Такая задача. Ну, как мы это можем делать с помощью алгоритм, которые мы уже разобрали? Мы можем взять по одной все строчки и поискать их в тексте. Соответственно, вот для каждой строчки можем пойти, просто запустить KMP или Z функцию. Ну и в чем там выучили. И поискать ее в нашем тексте. То есть для каждой строки будет длина S и плюс длина T сумма по всем и. Если просто в тупую запустить KMP для каждой строки. Ну, это будет просто N на длину строки плюс сумма длины S и так. Сумма длины S это нормально. Сумма длины S это суммарно сколько строк. Меньше вряд ли получится. А вот N умножить на длину строки это как-то многовато. Вот это вот N, оно немножко бесит, что мы для каждой маленькой строки должны пройти по всему тексту. Фигово получается. Вот, хочется от этого вот N избавиться. Хочется как-то вот один раз пройти текст и сразу все эти строки S это и в ней найти. Вот. Оказывается, что это можно сделать. Краткий спойлер. Как мы это будем делать? Ну, смотрите. Давайте. Мы возьмем, собственно, Kuntum or Soprat и немножко его пофиксим. Поехали. Итак. Есть у нас какие-то строки. Давайте напишем какие-то. Мне хватит доски сегодня? Я все еще не привык к маленькой доске. После этого можно. Давайте. Есть у нас какие-то строки. Надо придумать много строк. Давайте. Какой-нибудь A, A, B, A, A. Какой-нибудь A, B, A. B, B, A, B. Какой-нибудь B, A, B. Какой-нибудь A, A, A. Хватит, стоп, стоп. Наверное, хватит. Есть у вас строки S-FIT. Первое, что мы сделаем, это научимся их компактненько хранить. Как компактненько хранить строки? Ну, с помощью BOR, который мы уже изучили на прошлой приказной лекции. Возьмем, построим BOR, положим в него все эти строки. Как-то я разошел все опять, сейчас я пол доски разрисую. Ладно, давай, давай. Пока доска есть, я буду рисовать. Так. Возьмем все эти строки, положим их в BOR. Давайте нарисуем корень. Так. Что у меня есть? Пошире нависуем. А. 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 Так. Эту сделал. А. 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 Мой господи так вот я уже полезно туда. Б. А. А. Четырек эту сделали. А. 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 Все, и это пункт номер один. День добрый. Так, так, все. Отлично. Теперь давайте посмотрим прекрасно на этот Word. Смотрите. Ну, как мы уже в прошлый раз разбирались, Word такой компактный способ хранить строки. Когда вот здесь много строк, можно их положить в бор. Чему соответствуют вершины бора? Понимаете, вот эти терминальные вершины соответствуют строкам просто. Вот в этой вершине, например, заканчивается строка ААА. А вот в этой заканчивается АВА. А вот в этой заканчивается БАА. А вот в этой БВАВ. А в этой, естественно, ААВА. Хорошо. Каждая терминальная вершина соответствует какой-то из строк нашего набора. А чему соответствуют все промежуточные вершины? Каждая промежуточная вершина соответствует какому-то префиксу этой строки. Вот. Вот можно для каждой вершины нашего прекрасного бора сопоставить ей строку, соответствующую вот путю от корня до этой вершинки. Вот, например, вот эта промежуточная вершинка и ей соответствует строка какая-то АВА. А вот это и строка АА. Ну и так далее. Можно я все не буду разрисовывать. У меня картинка очень быстро превратится в кашу. Она уже превратится в кашу скоро, но это неизбежно. Давайте отложим этот момент. Вот. Каждой вершинке бора соответствует какая-то строка. Вот эта строка – это вот тот путь от корня до этой вершинки. И этот путь – это какой-то префикс какой-то строки. АВ – это префикс строки АВА. Вот это А – это префикс любой из этих строк. Это немножко спойлеры к тому, что будет у вас на следующей паре на практике. Ну ладно. Вот. Замечательно. Замечательно. Все. Теперь что мы сделаем? Мы… Давайте с другой стороны зайдем. Тут есть несколько подходов. Можно взять кнопку Мориса Прата и прям попробовать переделать его набор. Нормальный подход в целом. Можно с другой стороны. Давайте я с другой стороны для разнообразия зайду. А, давайте посмотрим, как вообще ищутся подстройки. Вот есть ваш текст. Давайте. Я вот здесь еще место есть, немножко, если рисую. Вот есть ваш текст. Неудобно так низко рисовать. Ладно. Вот есть ваш текст. Вы в нем ищете вот какой-то из этих строк. Да? Вот. Пойдем по этому тексту слева направо и будем вот искать. Вот. Пускай мы уже вот докуда досюда дошли. Вот. Вот. Этот кусок текста мы уже обработали. Обработали и ничего не нашли, как положено. Вот. Мы досюда дошли. Ни одну строчку еще не нашли. Печалька, да? Вот. Давайте подумаем, какие из этих символов нам вообще нужны, чтобы искать строки дальше. Вот. Вот. Пускай мы здесь в конце встретили какие-то, какие-то последние буквы были какие-то. Здесь были какие-то буквы кромить А. Так. Главное, сучание строку не влепить. Господи, я все хорошие строки забрал, да? Здесь было какое-то АА, ББ, АА. Это ничего хорошего? Я опять все хорошие строки занял. Мне нельзя сделать АБА и БАБ. Мне нельзя делать три буквы А. На самом деле довольно быстро встретится плохая строка, если так сделать. Но сейчас вроде ничего не встретилось пока, да? Ну, вроде да. Какие три мужика? Э? Э? Чё? Что если три мужика мутят? Какие три мужика? Неконтакт. Кнут Морис и Прат? Те три мужика? А, ну, давайте. Ну, не так давно, не так много времени прошло. Кнут Морис Прат, он ищет, ищет под строку. Строя префикс функции. Ладно, сейчас, сейчас, сейчас вспомним, сейчас. Дойдем до них. Давайте. Кто подзабыл, можете пересмотреть по запросу на лекции. Ничего сложного, я не буду на них особо ссылаться. Просто, если вы помните, что делали Кнут Морис Прат, тут можно увидеть какие-то аналогии. Неважно, я сейчас все расскажу с нуля просто. Ничего, не потребуется вам камера. Вот. Вот пускай мы дошли вот до этого места, и вот в конце были какие-то такие буквы. Давайте подумаем, какие из этих букв нам нужны, чтобы искать строку дальше, а какие не нужны. Вот мы уже выяснили, что нигде вот здесь вот строка и сытая не встречается. Вот такого нет нигде. Вот где может встречаться строка и сытая? Она может встречаться где-то здесь. Но для этого нам вот эти буквы старые явно не нужны. А зачем они могут быть нам нужны? Вот эти буквы старые, сейчас мы находимся вот здесь. Вот сейчас курсор находится вот здесь. Вот это мы уже обработали, и здесь не нашли и сытых. Вот мы идем дальше и ищем и сытых. Какие буквы нам могут быть нужны? Ну, те буквы, которые, естественно, участвуют в строках, но еще не были целиковой строкой. То есть какие-то вот такие вхождения бывают еще. Вот если было какое-то вот такое вхождение строки и сытая, то вот этот вот хвостик, он нам нужен. Потому что он может теоретически быть началом какой-то строки и сытая. То есть нам нужны такие символы вот здесь вот, которые являются префиксом какой-то строки и сытая. Давайте помечем. Вот эта штука — это префикс какой-то строки и сытая. Справедливо, правда? Вот смотрите, вот мы обработали вот какие-то символы досюда. Вот здесь есть какой-то префикс строки и сытая. Тогда эти буквы нам интересны. Если буквы не входят ни в какой префикс и сытая, то эти буквы нам нафиг не нужны. Давайте подумаем, какие из этих букв могут являться префиксом и сытая. Ну какие у нас есть префиксы? Вот у нас есть префикс АА. И тут есть буквы АА. Поэтому эти буквы АА нам нужны. Вот эти две буквы, они полезны. Потому что если у меня вдруг дальше встретится третья А, вот здесь вот, то я найду строчку ААА. Например. Вот эти две буквы А, они полезны. На них может начинаться какая-то строка. Их надо не потерять. Вот эта буква Б, она вообще нам нужна или нет? Давайте подумаем. Вроде нет. Правда, что нет? Вроде нет. Вот эта буква Б нафиг не нужна. Почему? Ну потому что нет никакой строки, в которой есть вот БАА. То есть у меня есть БАА вот здесь вот. Но если бы я нашел вот эту, то у меня перед этим должна быть буква А. Вот эта буква Б не может входить ни в какой префикс строки и сытая. Поэтому про нее можно забыть. Вот. Такой план. План. Так, всей помощью все понятно. Вы пишите, что все понятно периодически, а то я буду говорить одно и то же пока. Так вот. План. План такой. План такой. Мы идем слева направо. И храним те буквы, которые могут быть префиксом какой-то из строк и сытая. То есть в нашем случае храним вот эти две буквы. Все предыдущие буквы можно нафиг забыть. Окей. Окей. Хорошо. Итого. Вот мы знаем, что последние две буквы были А, а до этого какой-то темный лес. Все эти буквы забыли и они не интересны. Хорошо. Хорошо. А как мы поймем префикс ли это? Поймем. Что, нет модератора в части? Господи. Кого я сделал с модератором? Легко. Сейчас добавим. Так вот. А кто у нас модератор? Я забыл. Я забыл, кто на втором курсе модератор. Ладно. Читаем модератор, надо обязательно ходить на лекции. Так вот. Как мы поймем? Поймем. Вот знаете, вот мы прочитали какие-то, вот мы прочитали какую-то штуку, найдем самый длинный вот этот вот суффикс, который является префиксом одной из и сытых. Для этого не надо смотреть вперед. Это вот. Надо к этому моменту, давайте я сотру это все. Нет, не сотру. Рано. Рано стирать. Вот посмотрим все вот эти, все суффиксы того, что мы уже прочитали. Если какой-то суффикс является префиксом и сытый, то мы его запомним. Вот. Из всех таких суффиксов возьмем самый длинный. Хорошо. Что мы дальше делаем? Давайте вот это вот. Это вот максимальный суффикс, который префикс с и тра. Покай. Уберем это по кругу. Нет, я уже думаю просто наперед. Нет, пока что все хорошо. Топчик. Отлично. Теперь мы встречаем какой-то новый символ. Смотрите, вот было. Вот мы были в таком состоянии. Встречаем какой-то новый символ. Вот пришел какой-то новый символ. Сколько это новый символ? То что мы делаем? Мы берем наш префикс. Вот этот вот. Пытаемся к нему приделать символ а. Если то, что получилось, вот это вот ААА тоже является префиксом, тогда мы радостно говорим, что теперь вот это наш префикс. А тут любая буква будет, да? Тут ААА является префиксом, а ААА является префиксом. Угу. 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 Давайте Б лучше придет. Давайте лучше Б придет. А это уже целикомая строка. Давайте вот придет Б. Здесь пришел символ Б. У нас был вот такой префикс. Что мы делаем? Мы пробуем к этому ААА приделать Б. Если получился тоже какой-то префикс, тогда мы просто его расширяем. У нас новый префикс будет вот такой. Пускай, например, сейчас пришла буква Б. Вот. Мы пытаемся еще больше расширить наш префикс. Вот у нас были буквы ААБ. Они были префиксом какой-то и сытый. Давайте приделаем букву Б. Проверим, является ли префиксом какой-то и сытый. Ну вот. ААББ нет такого префикса. Вот это не префикс. Сейчас что нам нужно сделать? Ну, нам нужно отрезать какие-то символы в начале. Вот эта штука не префикс. Давайте найдем строку, которая является префиксом. У этой строки ААББ. Найти максимальный ее суффикс, который является префиксом и сытый. Да? Почему только у этой строки? Ну, потому что вот все такие строчки точно не являются префиксами. Да? Если есть какой-то префикс, то это какая-то строчка внутри строчки вот нашего текущего префикса. Поэтому берем вот этот вот наш префикс вместе с буквой Б. ААББ. И пытаемся от него откусить немножко букв в начале, чтобы получился какой-то префикс, какой-то строчек и сытый. Ну, давайте попробуем по одному откусывать символы. Вот возьмем первый символ А, откусим его. Получится строчка АББ. АББ является префиксом, а АББ нифига не является префиксом. Давайте еще немножко откусим. АББ. АББ является префиксом. АББ является префиксом. АББ является префиксом. Теперь наш текущий составит эти две буквы Б. Вот. Про все буквы раньше этих Б можно забыть. Вот. Угу. Все. И так дальше идем. Вот. В каждый момент времени мы храним вот для всех прочитанных символов максимальный суффикс, который является префиксом какой-то из строк as it. Все. Вот это вся идея. Так. Теперь давайте к алгоритму, собственно. Это была такая маленькая интуиция того, что мы будем делать дальше. Вот мы будем делать вот примерно это, только быстро и аккуратно. Смотрите. Давайте вернусь, давайте вернусь вот сюда. Вот мы стоим вот здесь. Вот мы до сюда дочитали. И мы хотим помнить, что мы вот эти буквы А. Как бы нам помнить, вот это наше текущее состояние. Значит, наше текущее состояние – это какой-то префикс строчек as it. Префиксы строчек as it очень удобно хранятся в Боре. Вот у нас любой префикс as it – это просто вершина нашего Бора. Поэтому мы наше состояние будем кодировать просто вершиной Бора. Например, вот это АА. Соответственно, вот это вершина. Угу. Давайте его как-нибудь назовем. Как-нибудь кур. На. Там уже был кур. Ладно, будет другой кур. Я сейчас на этом что стоит напишу. Вот наше текущее состояние. Наше текущее состояние – вот эта вот строчка, она кодируется просто вершиной Бора. очень удобно. Угу. Теперь, что происходит при переходе? Смотрите. Мы добавляем еще одну букву. Вот добавляем букву Б. Что нам нужно сделать? Нам нужно вот из нашего текущего состояния понять, что случится, если мы допишем букву Б. Вот. Вот это простой случай. Смотрите. Вот в этом случае мы можем расширить префикс на эту букву Б. Как проверить, что можно префикс расширить на букву Б? Ну, нужно просто взять наш текущий узел, от него пойти вниз по символу Б. Просто идем отсюда по символу Б вниз. Переходим вот сюда. Угу. И получаем состояние ААВ. Так, радостно. Чупой. Вот. Вот. Это простой переход. Смешно. А, давайте, давайте, что-то модераторы не идут к нам сегодня. Кто хочет модератором? Господи. Ой, 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 ой. Давайте больше модераторов в чате. Господи, чего вас такие сложные выглядит? Сейчас. Получилось? Да? Нет. Хватит одного пока. Да. Я крутил катушку. Давайте сразу двух модеров одеть. За чистоту нашего чата. Так. Так вот. Все. Итак, счет. Счет. Мы читаем текст слева направо. Каждый раз встречаем новый символ. Смотрим наше текущее состояние. Оно соответствует какому-то префиксу. Если его можно расширить на эту букву, то есть просто если есть переход вниз по такому символу, мы переходим вниз по этому символу. Это теперь наше новое состояние. Что делать, если нет перехода? Вот если сейчас пришла буква B вот здесь. Ну тогда, к сожалению, придется страдать. Смотрите. Нам нужно как-то, давайте, как мы уже выясняли, после того, как мы добавили сюда букву B, нам нужно как-то переехать в состояние B. Б. Пусть нам нужно как-то вот отсюда попасть аж вот сюда. Пока что не очень понятно, как это сделать. У нас вот нет никакой стрелочки вот отсюда, вон туда. Поэтому придется ее, товарищи, нарисовать. Готовы? Это лца, к сожалению, нам не поможет. Непонятно лца чего с чем и куда идти. То есть нам нужно из нашей ветки попасть в какую-то вот другую ветку. Опять же, если вы помните алкогик КМП, мы там встречали примерно похожие штуки. Да? Если вдруг вы помните КМП. Память, если вам вдруг как-то еще работает. А там примерно такие штуки были, да? У нас была вот какая-то строчка, а мы к ней приделывали символ и получалось, что вот этот символ плохой. Тогда мы брали строчку покороче и к ней приделывали символ. Сейчас путь будет примерно такой. Мы возьмем нашу строчку, вот эту А, Б. От нее перейдем к строчке Б, а потом к строчке Б припишем букву Б. План будет такой. Мы вот отсюда как-то попадем вот сюда, а потом отсюда спустимся по букве Б, вот по этой новой букве. Ну, поехали. Как мы это будем делать? Мы это будем делать с помощью, что называется, суффиксные ссылки. Не понимаю, почему. Почему-то стало сохнуть быстрее, чем раньше. Раньше не было. Не понимаю, почему. Моментально засыхает и не стирается. Загадка. Так вот. Да что ж такое-то? Что за новая мода? Звонить прямо в ремликции. Так. Так вот. Вот. Что такое суффиксные ссылки? Смотрите. Нам надо… Почему нам нужно отсюда перейти сюда? Ну, потому что, смотрите, что мы хотим сделать. Вот у нас была строчка А, А, Б. Мы хотим от нее отрезать какие-то начальные символы и перейти в какую-то другую строчку, которая тоже префикс эситова. Сейчас такие ссылки мы и построим. Вот у нас есть какая-то вершинка. Есть, соответственно, какая-то строчка альфа. Да? Давайте из нее построим ссылочку… Какий еще маркер не был? Дайте фиолетовый маркер. Видно будет? Видно, что он фиолетовый. Так себе видно. Давайте лучше синий. Давайте оранжевый. У меня есть оранжевый маркер. Красивый. Оранжевый точно видно, что он оранжевый. Видно, что он не зеленый. Ладно. Вот. Давайте, смотрите, построим ссылочку в такую вершину, которая является ее суффиксом. Отсюда построим ссылочку в какую-то вершину, которая состоится в такая бета. И бета – это суффикс альфа. Это суффикс альфа и длина бета максимальная. Просто найдем самую длинную строчку, в которую можно перейти. Сейчас. Откуда это берется? Вот мы… У нас была вот эта строчка. Вот это была альфа, короче. Мы хотим отрезать от нее от начала сколько-то символов и перейти в какую-то другую строчку. И попробовать к ней приделать символ b. Вот. Такой план. Вот эта строчка – это бета. Вот мы хотим сколько-то символов от начала отрезать, и перейти в какую-то другую строку, которая тоже является префиксом какой-то альфы. Какой-то если ты. Вот. Такие штуки построены. Почему максимальной длины? Ну, потому что мы хотим поменьше символов отрезать. Давайте здесь перейти. Вот у нас была строчка альфа, да? А вот какая-то вот такая строчка – это бета. Это альфа, это бета. Хорошо. Теперь смотрите. А если я хочу перебрать все строки, которые являются моими суффиксами и которые есть в боре. Как я это сделаю? Смотрите. У меня есть строчка альфа. Я хочу… Да, да, да. Сейчас так и будет. Вот смотрите. Если есть строчка альфа, я хочу перебрать все ее суффиксы, которые есть в боре. Как я это сделаю? Смотрите. Вот. Вот есть бета. Это самая длинная строчка, которая есть в боре. Давайте возьмем все остальные суффиксы коробки, которые тоже есть в боре. Как я их все переберу? Давайте это будет вот бета 1, это будет бета 2, это будет бета 3, это будет бета 4. Ну, очень просто. Смотрите. Вот строчка бета 1 – это самый длинный суффикс альфы, который есть в боре. Поэтому я просто перейду по суффиксной ссылке, вот получу строчку бета 1. Отсюда просто перейду сюда по суффиксной ссылке. Дальше вот следующая строчка бета 2, – она… Нет. Мало того, что она суффикс альфы, она еще суффикс бета 1. Поэтому, чтобы найти следующую строчку бета 2, я от бета 1 перейду по суффиксной ссылке вот отсюда. Дальше. По суффиксной ссылке. И получу строчку бета 2. И так далее. Вот так можно перебрать все строки, которые являются моими суффиксами. Бор в набор строк, который мы хотим найти. Эти вершины бора – это какие-то префиксы этих строк. Каждая вершина – это префикс какой-то эсситый. Суффиксная ссылка ведет в такую строчку, которая является моим суффиксом и при этом префиксом какой-то эсситый. Опять же, если вы помните, как работал KMP, там было тоже самое, только она являлась нашим префиксом и нашим суффиксом. В KMP, там была префикс функция, она переходила в строчку, которая является нашим суффиксом и одновременно нашим префиксом. Тут она является нашим суффиксом, но не обязательно нашим может быть, префиксом какой-то другой строки. То есть мы можем из одной ветки дерева перейти в другую ветку дерева. Но смысл такой же. Мы хотим вот отрезать сколько-то символов от начала, чтобы то, что получилось, было префиксом какой-то строки из цвета. Вот такой план. Давайте тут нарисуем, что мы сушим. Сейчас мы испортим картинку окончательно, на самом деле, давайте. Ой, батюшки. Так, давайте я вот для этого состояния уже нарисую. Вот у меня было состояние ААБ. Куда из него ведет суффиксная ссылка? В терминальном тоже нарисуем суффиксной ссылке, не жалко. Сейчас всем нарисуем суффиксной ссылке. Б – это неправильный ответ. Вот из строчки ААБ. Какой у нее самый большой суффикс, который есть в Боре? АБ. АБ – это более правильный ответ. Смотрите. Вот, пойдем строчку ААБ. Какой ее максимальный суффикс, который есть в Боре? Ну, это строчка АБ. Вот. Поэтому вот отсюда суффиксы ссылки взяли вот сюда. Поэтому что происходит, когда мы делаем вот здесь? Вот смотрите. Вот у нас был наш текущее состояние. Вот был наш текущее состояние. АБ. Мы пытаемся ему приделать букву Б. У нас не получается. У нас нет перехода по букве Б. Да? Поэтому мы начинаем отгрызать сначала немножко символов. Вот. Берем нашу строчку. Отгрызаем от начала один символ. Ну, пока что они. Отсюда перейдем сюда. Теперь наше состояние – это АБ. Пробуем к нему приделать букву Б. Вот отсюда. Видимо, что тоже нифига не приделывается. Здесь нет перехода по букве Б. Значит, префикса АББ тоже нет. Попробуем еще немножко отгрызть. Знаете, вот отсюда перейдем по суффиксной ссылке. Теперь уже перейдем по Б. Отсюда перейдем вот туда. Угу. Теперь наше стоит вот такой. Наше стоит из одной буквы Б. И уже отсюда видим, что есть переход по букве Б. Поэтому мы добавляем букву Б. И оказываемся в состоянии ББ. Вот так вот. Все. Хорошо. Давайте так. Хватит место. Хватит. Давайте тут с бачком еще нарисуем. Значит. Как происходит еще раз состояние? Вот у меня… Давайте здесь нарисую с бачком. Вот здесь какой-то текущий стоит. Да? И пришел какой-то символ X. Значит. Как будет выглядеть переход? Вот я стою в моем текущем состоянии. Вот в этом вот стоит. Вот. Это мое текущее состояние. Я делаю переходы по суффиксам ссылкам, пока не найду переход по символу X. Я перехожу сюда, перехожу сюда, перехожу сюда. Пока не найду переход по символу X. Отсюда я нахожу переход вниз по символу X. И тогда мой стейт все перемещается вон туда. Все. Вот так будет выглядеть переход в оху карасики. Смотрите. Значит, когда добавляется новый символ, мы берем наше текущее состояние и ищем самый большой его суффикс, к которому можно приписать символ X. Мы поднимаемся по суффиксам ссылкам, пока не найдем состояние, из которого есть переход по символу X. Нашли его, перешли по символу X. Вот теперь вот это наш новый состояние. Вот это оно в плюс X. Какой-то вот такой будет наш новый стейт. Ну все на самом деле. Осталось дело за малым. Осталось посчитать на самом деле. Осталось два дела. Осталось понять оценку сложности. Осталось построить суффикс на ссылке. Так, что бы такое стереть? Жалко стирать бор, очень красивый. Я пол доски израсходовал на этот бор. Давайте там слева все сотрем. Мне жалко этот бор. Можно я его пока не буду трогать? Я все лишнее тут сотру. Вот это вот уже не нужно. Давайте пускай побесед еще немножко. Давайте вот слева все сотру. Пускай побеседы. Давай посмотрим. Пускай. 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 Каждое удачное смещение стоит. К ответу задача сейчас мы еще вернемся. Как, собственно, решать задачу? Сейчас разберемся. На самом деле не сложно. Более-менее не совсем. Если мы пришли в терминальную вершину, тогда мы точно встретили строку. Это правда. Бывают немножко более убогие случаи. Мы их попой еще разберем. Как решать задачу? План просто, что мы делаем пока двигаемся. Давайте тут много вопросов возникает. Как сделать задачу? Как строить суффиксные ссылки? За сколько время это все работает? Давайте по порядку всех разберем. Я со сложных вещей начну. Дальше суффиксные ссылки, если в тупую строить, получается долго. Если мы для каждой вершинки будем в тупую строить суффиксную ссылку, значит нужно взять эту строку, перебрать все ее суффиксы, для каждого суффикса проверить, есть ли он в горе. Это мы будем делать за квадрат для каждой вершинки. Будет долго. Хочется быстро найти все суффиксные ссылки. Как быстро строить суффиксные ссылки? Примерно так же, как в КМП. Мы будем строить суффиксные ссылки сверху вниз и использовать уже предыдущие суффиксные ссылки, чтобы построить следующие. Как это делать? Пойдем какую-то вершинку. Мы хотим для нее построить суффиксную ссылку. Пускай для ее родителей уже подстроена суффиксная ссылка. Вот и у него есть родитель. То есть какой-то переход по символу x из родителя. И для его родителя уже есть суффиксная ссылка. Здесь какая-то строчка альфа. Пойдем нашу вершинку. Ей соответствует строчка альфа и x. Правильно? Есть какая-то строчка альфа и еще x. Нам нужно найти ее суффикс, который есть в Боре. Правильно? То есть нам нужно найти какую-то вот такую строчку. Нам нужно найти строчку бета-x, которая есть в нашем Боре. Ну что это строчка бета-x? Бета-x это какой-то суффикс строчки альфа, которому приделан символ x. Ну мы только что научились такое искать. Давайте вот так же и сделаем. Давайте возьмем строчку альфа, найдем максимальный ее суффикс, которому можно приделать символ x. Вот так же как там сделали. Пойдем отсюда по суффиксным ссылочкам до самого первого состояния, из которого можно перейти по иксу. И вот эта вершинка будет как раз нашей суффиксной ссылкой. Вот это будет наша бета. И вон туда мы поставим суффиксную ссылку. Код напишем. Тут немножко безидейный код на самом деле. У меня маловато доски, чтобы писать код на самом деле. Ну код несложно. Сейчас мы берем вершинку. Вот есть вершинка c. Мы берем ее родители от пробок p. Переходим от него по суффиксным ссылкам, пока не дойдем до какой-то вершинки, у которой есть переход по символу x. Все. И тогда из c делаем ссылку-ссылку вот сюда. В ту вершинку, куда мы переходим по символу x. Вот как раз это будет строка вот этой. Ход хочется. Ну давайте напишем. Ладно. Давайте напишем. Вот. Пускай мы для... Давайте у меня... У меня будет c и p уже записаны. Я не хочу искать это. Ладно. Вот я хочу построить суффиксную ссылку для вершины c. Что я делаю? Я говорю. Давайте вот. Давайте. Можно я будет по-тупому. Давайте. У меня вот очень псевдокод. Вот p будет равно c parent. И x это будет равно c. Это вот тот символ, по которому я перешел вершину c из родителей. Он однозначный. В каждую вершину входит одно ребро. Вот. То есть тот символ, когда мы стоим на этом ребре. Все. А теперь делаем эти переходы. Давайте вот. Вот. Узнакать вершину. Давайте вот. В равно будет p суффлинг. И на к. Пока нет перехода. Пока нет перехода по символу c. Пока. По символу x. Пока. Как у нас конец и дерево. Давайте. 3e от v по символу x равно нул. Я перехожу дальше. Перехожу v равно v суффлинг. 3e это бор. Я бор храню так. У меня для каждой вершинки по каждому символу, куда я перейду. по символу x. Вот. Это мой бор. Он говорит, что есть вершинки v по символу x перейду вот сюда. Я уже накосячил. Бесит. 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 Сейчас придется переписать немножко. Смотрите. К сожалению, бывает еще дебильный случай один. Значит, бывает такое, что символа x нет нигде. Что вот я иду, 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 иду по суффиксным ссылкам, а символа x все нет, и нет, и нет, и нет. Куда я тогда приду? Если я буду ходить по суффиксным ссылкам очень долго. Давайте вот отсюда пойдем. Я взял вершинку, от нее пошел по суффиксным ссылкам. Пришел сюда. Отсюда пришел сюда. Из вершинки b куда я подобрался? Я пойду в корень. Рано или поздно мы придем в корень. Может быть такое, что из корня тоже нет перехода по нашему символу. Вообще этого символа не встречается. Пришел какой-то дурацкий символ, и его вообще у меня нет. Грустно. Я дошел до корня, а в корне тоже нет перехода по этому символу. Куда указывает суффиксная ссылка из корня? Ну никуда она не указывает, потому что у корня нет никакого суффикса. Корень пустая строка, у него грустно. Вот. Поэтому давайте, давайте я скажу. Давайте я вот так напишу. Вот поспешишь, людей не смешишь. Надо сначала думать, а потом написать. Давайте я как в КМП напишу. Пока v не равно минус один. Вот ровно так же, как в КМП напишу. Если есть переход 3e от v x не равно ну, тогда v… О господи, сейчас. Мало места. Давайте что там сверху пишу. Дубль два. А давайте просто одну строчку напишу. У меня немножко не хватит. Дубль два. Так, вот я хочу… p – это родитель c, а x – это символ. В – это суффиксная ссылка sp. Все. В – это суффиксная ссылка sp. Все. И как мы здесь короче? У меня просто места мало, я поэтому стараюсь короче, а получается сверху. Ладно, давайте так. Пока v не равно минус один. То есть пока мы не дошли до корня и из корня не прыгнули по суффиксной ссылке. Давайте. Вот если есть переход, тогда поставим в него суффиксную ссылку. Потому что вот мы перешли сюда и сюда поставили суффиксную ссылку. c суш link равно вот это вот не ритуал так а если нет перехода когда при помощи нигде не было перехода по символу x вот даже у корня не было перехода поэтому от корня перешли по суффик на ссылке попали в минус 1 если мы все проверили все суффиксы ни от какого суффикса нет перехода по символу x то значит просто суффик на ссылку надо в корень поставить писался может быть и символом нет более почему бы нет почему бы нет просто символ на которой не начинается никакая строка то есть мы дошли до корня и нет ни одной строки которая начинается на такой символ может быть в середине в горе где-то есть вот вначале сегодня мы перебрали все суффиксы и вот даже у корня нет перехода по этому символу такой бывает все более-менее под построения суффиксы хорошо теперь смотрите я делаю немножко странные вещи как обычно давайте вот мы строим суффиксную ссылку используя суффиксные ссылки я вот здесь строю суффиксные ссылки и одновременно использую суффиксные ссылки чтобы так делать нужно делать в правильном порядке нужно чтобы те суффиксы которые я использую вот здесь вот они были построены раньше чем моя суффиксная ссылка В каком порядке нужно строить суффиксные ссылки, чтобы все работало? Ну, тут, на самом деле, есть несколько философских течений на эту тему. Самый простой… Давайте, есть идея, нет? Я просто жду, когда вы скажете, как в каком порядке строить… Хочется, чтобы эти старые суффиксные ссылки, не только у родителей, а на самом деле… Чтобы построить мою суффиксную ссылку, надо, чтобы у всех вот этих вот вершин уже были построены суффиксные ссылки раньше, чем у моей. Если бы только родители, я бы просто обходом в глубину пошел, сначала построил для родителей, а потом для меня. Но мне еще не только у родителей уже суффиксных ссылок, а еще вот у этой вершины уже суффиксных ссылок. У всех вершин, по которым я прохожу в этом пути, нужно, чтобы суффиксная ссылка была построена раньше, чем моя. снизу строить… Вот даю мин… Нет, я не жмел. Что такое снизу строить? От листьев… Наоборот, наоборот. Тебе надо, чтобы листья были позднее. Тебе, чтобы построить в листу суффиксную ссылку, надо сначала построить суффиксную ссылку здесь. Я вот как-то, наоборот, сверху вниз надо строить. Вот я хочу… Вот когда я здесь строю суффиксную ссылку, мне нужно, чтобы во всех вот этих вершинах уже были построены суффиксные ссылки. Да. Надо строить… Надо строить более-менее обходом в ширину, по увеличению длины строк. Смотрите. Вот у меня все вот эти строки, которые я здесь использую, вот здесь вот. Вот здесь вот длина строки… Лен строки В, она меньше, чем лен строки С. Ну потому что суффиксная ссылка всегда приходит в более короткую строку, да. Соответственно, вот все строки, которыми здесь нужна суффиксная ссылка, они просто короче длины, короче длину имеют. Поэтому если я буду строить от корня BFS, обходом в ширину, то у меня все эти суффиксные ссылки построятся раньше, чем моя. Вот. Такой план. Построим. Так, ну давайте, давайте я все сотру лишнее, давайте я сотру все лишнее, сотру все лишнее, возьму мой прекрасный вот этот вор и построим на него суффиксные ссылки. Давайте просто возьмем и построим. Не понимаю, что с доской, пока еще не понимаю. Может ее помыли? Сейчас, что с ней случилось? Нет, ее вроде не мыли. Какое бывает, когда спиртом протрешь доску, но я вроде не наркоман, я вроде не. Дошку спиртом не натираю. Вчера была лекция. Вчера не было такого. Не понимаю. Ладно. Изучим. Изучим. Вот. Идем сверху вниз BFS. Строим суффиксные ссылки. Поехали. Начнем от корня. У корня суффиксная ссылка идет в никуда, как мы уже знаем. Она идет в минус один. Лучше бы здесь можно было вот сеньзио. Берем строчки длины один. Вот. У B войдет в корень, у A войдет в корень. Отлично. Дальше. Берем следующий орган. Вот берем строчку AA. Как у нее построить суффиксную ссылку? Ну, нужно взять ее родители. Вот это вот вершина С, вот это вершина П. Я беру родителя, перехожу от него по суффиксной ссылке вот сюда. Дальше проверяю, есть ли мы в родителе переход по символу A. Мне нужен переход по символу A. Вот это вот это A. Оттуда пытаюсь перейти по символу A, попадаю сюда. Это моя суффиксная ссылка. Просто отсюда устраиваю суффиксы. Тут тоже самое. Я беру родителя, перехожу по суффиксной ссылке, а отсюда по символу B. Таком уже как здесь. Вот здесь символ B. Значит отсюда нужно перейти сюда и тоже по символу B. Вот туда. Туда. Ну и так далее. Делаем вот отсюда, сюда, сюда, по A, сюда. Отсюда, сюда, сюда, по B. Отсюда. Отсюда. Тут пока легко было. Так, что дальше будет. Так, следующий уровень. Поехали. Вот здесь A, A, A. Опять же переходим сюда, по суффиксной ссылке, а отсюда по символу A. Пока все очень легко. Так, сюда, по суффиксной ссылке, по символу B. Переходим сюда, вот по B. Как и обещали. Мы такую хотели. Отсюда переходим сюда, по суффиксной ссылке вон туда и отсюда по символу A. Вот отсюда, суффикс, вон туда ведь. Давайте остановимся на секундочку. Что это значит еще раз? Это значит, что у меня в строчке A, B, A есть суффикс B, A. Ну действительно есть. Ну хорошо, мы продолжаем. Отсюда переходим сюда, сюда, по B. Тут все суффиксы есть, поэтому скучно. Отсюда. Прям сюда, сюда, по A. Пока не очень интересно. Интересное будет что-нибудь еще? Я не вижу, когда начнется интересное. Так, отсюда, сюда, сюда, по A, сюда. Отсюда, сюда, сюда. Как-то нет. Где интересно это? Ну ладно, вот здесь будет интересно. Вот в этом состоянии нужно построить суффиксную ссылку. Что происходит? Мы переходим к родителю. От него, пытаемся найти переход, вот от него по ссылке. Вот это C, это P, это V. Мы переходим по ссылке, пытаемся найти переход по букве A. Вот отсюда нет перехода по букве A. Переходим еще дальше вот сюда. Отсюда. Тут тоже нет перехода по букве A. Поэтому переходим еще дальше вот сюда. Отсюда есть переход по букве A, вот сюда. Надо, вот туда провести ссылку. Давайте еще раз нарисую этот путь. Значит, мы переходим к родителю. Дальше переходим по суффиксным ссылкам, пока не найдем переход по такой же букве, как вот здесь. Вот нашли переход по такой же букве, как здесь. Спускаемся вот сюда и вот сюда ставим суффиксную ссылку. Все. Теперь VOR, я считаю, отслужил свое дело. Можно будет его стереть скоро. Вот. Получается примерно такой красивый VOR с суффиксными ссылками. За какое время мы все это строим? Утверждаете, что мы вот это все... Ну, поверх этого всего в BFS еще написано, да? Утверждаете, что вот суммарно все построение суффиксных ссылок, оно довольно быстрое. Ну, почему? Почему оно суммарно довольно быстрое. Значит, давайте вот это будет build от C. Вообще, я делаю BFS. Давайте напомню, я делаю BFS. Ну, там какая-то вот очередь там я сидела. Вот в очередь я кладу корень и там дальше делаю там while, ko-ko-ko-ko. Обычный BFS человеческий. Я вот здесь вызываю build от C. Вот. Утверждается, что суммарно весь этот BFS, он работает довольно быстро. Давайте поймем почему. Ну, на самом деле, примерно по тому же, почему kmp работает быстро. Опять, если вы помните, как работает kmp. Значит, на что мы тратим больше всего времени? Смотрите, у нас все время линейное, кроме вот этого дурацкого while. Вот. Вот все операции линейные, кроме вот этого while. Вот это все линейное, это все линейное. Вот с этим вот непонятно. Согласны, да? Ну, обход в ширину он линейный. Мы просто каждый раз обходим каждую вершину по одному разу. Берем вершину, перебираем детей, идем в детей, кладем их в очередь, достаем, обходим детей, кладем в очередь, достаем и так далее. Все. Это все линейно делается. А внутри build тоже все за константу работает, кроме этого while. Вот while единственное, что непонятно, почему быстро работает. Давайте поймем, давайте посчитаем, сколько суммарно работают эти while. Что делается в этих while? Смотрите, в этих while мы поднимаемся вверх по дереву. Вот каждый раз в этом while мы делаем переход по суффиксной ссылке. Вот здесь вот. Переход по суффиксной ссылке – это всегда переход в вершину, которая находится выше по дереву. Давайте посмотрим, какой это путь в дереве. Давайте посчитаем, сколько суммарно работают build во всех этих вершинах. То есть мы вызвали build сначала здесь, потом здесь, потом здесь, потом здесь, потом здесь. Что у нас происходит? В каждом из этих build мы переходили много раз по суффиксной ссылке. То есть мы сначала построили суффиксную ссылку вот, ну, это корень, хрен с ним. Вот отсюда построили ссылку корень, отсюда построили ссылку вот куда-то сюда, отсюда куда-то сюда. И с каждой вершины построили суффиксную ссылку. Что происходит, когда мы делаем вот этот while? Когда делаем этот while, мы поднимаемся выше по дереву. Чем больше раз мы вызываем этот while, тем выше будет наша суффиксная ссылка. То есть, смотрите. Вот если мы долго делали while, это значит, что было? Мы когда строили эту суффиксную ссылку вот здесь. Мы пришли в родители, от него долго ходили по суффиксным ссылкам. И, значит, наша суффиксная ссылка будет указываться куда-то высоко в дерево. Наша суффиксная ссылка будет аж вон туда. Ну и понятно, что мы не можем слишком много подниматься в дереве. Мы каждый раз опускаемся на один. Мы каждый раз, когда спускаемся от родителя к сыну, мы берем вот эту вот, ту вершину, от нее спускаемся на один вниз. А в этом while мы поднимаемся вверх по дереву. Мы спускаемся n раз и поднимаемся тоже не больше, чем n раз. Давайте теперь красиво это оформим. Вот пускай я строю билдом вот последовательно этих всех штук. Например, у меня вот есть n вершин. Вот n вершин. Я строю просто... Попробуем, сколько суммарно занимают сумма всех. В0, v1, v2 и так далее, vn-1. Посмотрим, сколько суммарно занимают... Ой, господи. ...тайм билдов для всех пыли. Значит, из чего складывается этот time? Он складывается вот из всех этой штукой плюс этот while. Что делает этот while? Он поднимает нашу текущую вершину. Смотрите. Посмотрим на величину, вот глубину, вершину, куда ведет суффиксная ссылка. Вот посмотрим, давайте вот... Больше букв, больше букв, полубук. Давайте скажем, вот, d и t это будет глубина вершины, куда ведет суффиксная ссылка из вершины v и t. Вот смотрите, вот в этом while глубина все время уменьшается. А потом мы переходим вот здесь вот на 1 вниз, глубина на 1 увеличивается. Если мы этот... Что ж вы представляете ко мне? А вот если мы этот while сделали k раз... Тогда у нас это d и t... Что с ним будет? Оно будет меньше или равно, чем что? Вот мы взяли d и минус 1. Да, вот мы взяли суффиксную ссылку нашего родителя. Это d и минус 1. Потом k раз ее уменьшили. Минус k. Анатолий Брамович, ну давай потом. Вот мы k раз ее уменьшили, а потом спустились на 1 вниз вот здесь вот. Сделали плюс 1. Так. Все на одной волне? Я чуть немножко увлекся. Нормально? Все понимают, что происходит? Да? Еще раз. Вот посмотрим на глубину вот этой вершины, куда ведется суффиксная ссылка. Значит, что мы сделали? Что мы сделаем? Там устроим суффиксный родитель вот для и т вершины. Вот есть и т вершина. В и т. Как мы ее устроим? Мы берем нашего родителя, вот это вот v и минус 1. Смотрим, куда ведется суффиксная ссылка из него. Вот сюда. Да? Вот это вот d и минус 1. Вот у этой вершины. Дальше k раз поднимаемся вверх по дереву. Куда-то еще k раз поднимаемся. Вот оказываемся вот здесь вот. Вот у этой вершины глубина она не больше, чем d и минус 1 и минус k. Потому что вот здесь вот каждый раз мы уменьшаем глубину хотя бы на 1. А потом мы вот от той вершины спускаемся вниз по символу x. Оказываемся вот сюда. И вот отсюда ставим ссылку вон туда. Вот у той вершины, куда мы поставили суффиксную ссылку, глубина не больше, чем вот это вот d и минус 1 минус k. Вот здесь вот k. Давайте k делим еще. Вот на этом шаге мы сделали k и т. Вот минус этот k и еще плюс 1. Так, все напишите кому понятно, что все понятно. Я вижу сообщение, и вы меня пугаете. Если что-то непонятно, спросите, что не понятно. Не самый простой алгоритм. Но в целом вроде ничего сложного. Все на самом деле. Дальше я просто хочу это все просуммировать и получить то, что надо. Вот d это и не больше, чем это. Дальше вот вместо d минус 1 поставим не больше, чем то. У нас получится, если мы все просуммируем эту штуку. У нас получится, что вот последнее вот. Господи, кончилось место. Получится, что dn оно не больше, чем d нулевое минус сумма всех катов, всех каитов и еще плюс n. Ну и все, там сумму каитов приносим сюда, корреккаем это сюда направо, вот туда идет. Получается, что сумма всех каитов, она не больше, чем вот d0 минус dn, это все не интересно, короче не больше, чем n. d0 минус dn, оно не отрицательно, поэтому я его удалил. Я вот dn приношу направо, получается d0 минус dn, d0 равно нулю, а dn не отрицательно. Поэтому я это удалил, это принес сюда, это принес сюда, получилось такое. Все. Все. Получилось все эти. Что получилось? Получается, что если мы возьмем какой-то путь в дереве и посчитаем, сколько суммарно выполнялся вот этот while-ras, получается, что вот за все время построения на всем этом пути суффиксных ссылок мы запустили этот while суммарно не больше, чем n-ras. Все. Теперь посмотрим на наше дерево. Наше дерево, оно получалось из наших строк. Вот наше дерево состоит из этих строк sit. Вот давайте посмотрим на строки sit. Вот для каждой строки sit. Вот для каждой строки sit. Посчитаем, сколько суммарно мы построили, ой, сколько мы потратили времени на построение суффиксных ссылок для всех вершин на пути вдоль строки sit. Вот. Это будет не больше чем n. n это длина пути. Вот длина пути для каждого sit это просто длина строки sit. Поэтому просто просуммируем для каждой строки вот на этом пути все билды. Получается, что суммарно все билды... негде здесь идем... Они... А, тут кинтия. Я не хочу ничего стирать, поэтому у меня доска постепенно загаживается. Ладно. Вот суммарно все время всех билдов... Оно будет не больше чем сумма всех длин строк. Еще раз. Откуда это получилось? Вот мы для каждой строки... Вот у нас дерево, оно построено добавлением строк sit. Вот для каждой строки, вот для каждого такого пути суммарное время работы, оно не больше чем n. n это длина этого пути. Вот. Поэтому вдоль каждой строки просуммировали все билды... Получилась длина строки sit. Поэтому суммарное время построения, оно будет не больше чем сумма от всех длин строк sit. Все. Ок. Так, я закатил доску окончательно, сейчас придется все стереть. Сейчас придется все стереть. Доска превратилась в какое-то полное мясо. На самом деле алгоритм несложен на самом деле. Вот у меня... На самом деле большая часть кода уже написана на доске. Надо сделать bfs по всем вершинам. На каждой вершине вот так посчитать собственную силу. Все. Теперь, давайте, собственно, перейдем к исходной задаче и решим исходную задачу. Давайте я что-нибудь сотру. Можно я все сотру? Давайте я начну слева. Очень большое желание стереть этот прекрасный бур уже, потому что он совсем страшный. Так, если какие-то вопросы есть по этому буру вы задавайте, пока я его не стер, а то боль как всегда. Эээ, нет? Нет вопросов? Смотрите. Стираем. Да? Нифига не стирается. Нифига не стирается. он сойдет теперь перейдем к нашей задаче собственно предполагаем что мы научились все это делать взяли бор построили ссылки научились по ним ходить что дальше делать несложно возьмем наш текст пойдем по нему слева направо мы дошли до какого-то места есть наше текущее состояние это какая-то вершина бора если это вершина терминальная ну значит мы здесь просто встретили строчку с и ты на и надо порадоваться эта строчка просто равна какому-то ресурс терминальные горшинки просто заканчиваются какие-то строки к сожалению может быть хуже смотрите что может быть потому что у нас вот две строки в боре давайте простой бор нарисуем опять рисую бор вот у нас есть давайте какая-нибудь строка б терминальная и строка а б б терминальная что может быть может быть такое мы пошли вот слева направо и встретили а б сначала букву а а потом букву б тогда как у нас будет текущее состояние наше текущее состояние будет оба мы стартовали в корне потом встретили букву а встретили букву б пробуем стоять вот здесь вот это состояние она не терминальная а при этом мы встретили уже плохую строку мы встретили строку б вот мы встретили строку б и этого не заметили строка б она с вот такой бывает давайте я общий случай нарисую более бывает такое мы нашли доходу до сюда вот есть наше состояние а вот здесь есть . если ты наше состояние но более более длинная получилось чем . сыты то есть вот это состояние является префиксом какой-то другой сыты то есть есть еще какая-то другая сжитая которая вот такая более длинная поэтому мы вот ждем ее прихода мы мы уже нашли большой префикс думаем о вдруг и сжитой придет поэтому этот большой префикс мы сохранили а была еще маленькая строчка сытая мы ее уже встретили но мы этого как-то вот не почувствовали как там это понять вот как нам понять что в нашем текущем состоянии мы встретили строчку с это так все влеклись модерации ой там были вопросики до того как я все стер очень жаль очень жаль очень жаль есть кто живой да действительно что происходит в этом случае в этом случае вот это это какой-то суффикс нашего текущего состояния если такое случилось значит это какой-то наш суффикс вот не сам стоит терминальный а какой-то его суффикс терминальный как нам это понять ну как найти суффикс и нужно пойти по суффиксным ссылкам если такое случилось давайте какая-то беремся вот если наше текущее состояние нужно посмотреть на его суффиксную ссылку и понять что вон там есть терминальная вершина ну и да и может быть такое не за один раз может быть наше текущее состояние это был здесь если мы от него по нескольким суффиксом ссылкам вот так вот можем перейти в терминальную когда мы пришли в состояние стоит вот в это вот мы на самом деле встретили строчку с это надо это как-то понять вот нужно уметь быстро понимать что когда мы пришли в какое-то состояние вот где-то там по суффиксным ссылкам есть терминальная вершинка как это можно делать но можно делать разными способами а можно просто пройти и сбросить все пометки на терминале 5 тут дальше все зависит от того какие задачи мы хотим решать давайте начнем с простых задач пускай мы хотим проверить что хотя бы 1 вообще вот хотим встретить первый момент когда мы нашли какую-то из строк и с и мы хотим проверить есть если ты или нет если вот такой простой как это можно сделать ну можно просто взять пометки терминальности и сбросить их вниз по суффиксным ссылкам можно взять и все вершины из которых достижимая терминальная по суффиксным ссылкам тоже сделать терминальный можно взять вот эти вот тоже сделать терминально это первым можно так все умеют это делать это несложно делается просто бфсиком обойти еще раз дерево и еще сделать справитесь можно так сделать если мы хотим сделать что более сложное например вот для каждой с этой мы хотим проверить встречается она или не встречается успею еще одно дерево успею ли с точки какие-нибудь давайте чтобы они были префиксами суффиксом друг друга давайте давайте вот есть у меня такие строки Давайте попробуем для каждой строки посчитать, давайте сразу сложную задачу. Давайте для каждой строки посчитаем, сколько раз она встречается в тексте. Вот есть какой-то текст. Давайте, чтобы много раз с ним встречалась. Мы хотим для каждой строки посчитать, сколько раз она встречается в тексте. Вот такое давайте решим. Усложненную версию сразу. Возьмем наши строчки, построим из них бор. Бе-бе-а, Бе-бе-а, Бе-бе-а. Спасибо, господи, Бе-бе-а и Бе-бе. Вот шикарный бор. Единственное, здесь встречаются строки. Вот здесь встречается строчка АА, здесь АББА, здесь БАБ, здесь ББА и здесь еще строчка БКОВ. Вот наши строчки соответствуют этим вершинкам. Теперь быстренько строим суффиксные ссылки. Раз, раз. Видите, какой уже мастер суффиксных ссылок. Так, ББ нужно построить вон туда. Отсюда нужно пойти сюда, сюда, по Б, вот сюда. Отсюда нужно пойти сюда, сюда, по А, вот сюда. Мастер суффиксных ссылок. Отлично. Теперь смотрите, такой план. Я хочу для каждой строчки посчитать, сколько раз она встречается как подстрока. Если какая-то строка встречается как подстрока. Еще раз нарисую эту картинку. Больше раз рисую эту картинку. Вот здесь строка Т. Если у меня вот здесь в середине встречается строчка СИТ. Тогда посмотрим, какое состояние у меня было вот здесь. Вот когда я дочитал строчку СИТ, мое состояние это было какое-то вот такое. У меня такое текущие состояние. То есть, на самом деле, смотрите, чтобы посчитать, сколько раз встречается строчка СИТ, мне нужно посчитать, сколько раз я был в таком состоянии, что СИТ достижима из него по суффиксным ссылкам. То есть, я вот возьму вершинку СИТ, найду все вершинки, из которых она достижима по суффиксным ссылкам. Все такие вершины. Если я оказался вот в одной из этих вершин, значит, я встретил строчку СИТ. Теперь просто пойдем и посчитаем, сколько раз мы оказывались в каждой вершине. Как мы это делаем? Просто идем и, собственно, вот симулируем это все, вбить Аху Карасика и считаем, сколько раз мы оказались в каждом состоянии. Мы сначала были здесь. Мы находимся в корнем состоянии. Дальше мы встречаем букву А. Дайте единичку запишу сразу. Новый маркер. На каждой вершины посчитаю, сколько раз я был в этом состоянии. Вот мы начали в корневом состоянии. Не разум, что есть. Один. Не забыл, что вкиндук сюда поставить. Дальше переходим. Дайте вот это сотру, чтобы она не мешала. Это уже не очень важно. Дальше переходим по букве А. Переходим сюда. Сюда тоже встретили один раз. Теперь мы вот здесь. Здесь. Дальше опять. По букве А переходим сюда. Дальше отсюда. Нужно перейти по букве А. Мы переходим сюда. Отсюда по букве А. Сюда либо оп Bennecht2. Вот мы стоим вот здесь сейчас. Дальше переходим по букве B. Ну как мы переходим? Переходим по ссылке по букве B. Оказались вот здесь. Дальше отсюда по букве b переходим сюда, только один, дальше отсюда по букве а, отсюда по букве b переходим сюда, 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 правильно? Отсюда по букве b нужно прийти по суффиксу, сейчас, нет, гоню, вот здесь я был, отсюда по суффиксу ссылки, да, 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 вот здесь я был, отсюда по букве b, надо же прийти сюда, отсюда сюда, отсюда сюда, правильно, да, вот здесь, да, все правильно, так, теперь еще две буквы b, отсюда надо прийти по букве b, я перехожу по суффиксу ссылки по букве b сюда, и отсюда по букве b я перехожу сюда, 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 так, все умерли уже, нет, давайте, осталось немножко, вот а, б, а, б осталось, вот отсюда пошли по а, пошли по а, отсюда по б сюда, отсюда по а, пыщ, 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 сюда, и б, б осталось, б сюда, и отсюда по б сюда, вот, так, всем понятно, что я примерно сделал, я каждый раз добавляю одну букву, делаю переход по хокарасике, ну просто вот прыгаю по суффиксным ссылкам, потом перехожу по этому символу, ага, и просто посчитал, сколько раз я упал в каждое состояние, хорошо, все, теперь знаете, чтобы, чтобы узнать, сколько раз встретилась строка, мне нужно посчитать, сколько раз я суммарно побывал в состояниях, из которых она затяжена по суффиксным ссылкам, например, пойдем в какую-нибудь строку, какой-нибудь, давайте, чтобы было интересно, чтобы она была достижима, вот, например, строку b, давайте, самая противная строка, вот есть строка b, она заканчивается вот здесь, то есть, как мне посчитать, сколько раз встречилась b, мне нужно посчитать, сколько я был в состояниях, из которых вот это достижим по суффиксным ссылкам, что это за состояние, это вот это состояние, вот это состояние, отсюда я могу придти, вот сюда, сюда и вот это, вот это состояние достижимо по суффиксным ссылкам из вот этих вот пяти состояний, вот эти вот пять чиселок сложить и записать в результат для строчки b. То есть, она встречалась вот один, еще плюс три, четыре, очень сложно, семь, восемь, восемь раз. Сошлось. Ну и все. Остальные, остальные не являются. Вот b, b, а, например, можно писать, да? А сколько встречается b, b, а? То есть, b, b, а, и нужно взять вот строчку b, b, а вот она вот здесь вот, и просуммировать вот эту вершинку и вот эту вершинку. Значит, b, а встретилась один раз вот здесь и один раз вот здесь. Значит, суммарно два раза встретилась. Ну, здесь видите, вот один раз b, b, а, и другой раз b. Как быстро посчитать сумму по всем вершинкам, из которых достижима наша? Ну, очень просто. Это на самом деле просто сумма в поддереве. Если мы посмотрим на суффиксные ссылки, они образуют такое дерево. Вот такое. И чтобы посчитать, сколько раз встречается строчка, нужно просто посчитать, сколько суммарно встретились все вершины в моем поддереве вот по суффиксным ссылкам. То есть, мы идем по обратным суффиксным ссылкам. Вот для каждой вершины храним, какие суффиксные ссылки в нее входят. И дальше нужно просто пройтись вот по этому оранжевому дереву и собрать сумму в моем поддереве. Это будет то, что надо. Это можно делать в онлайн. Давайте мы, опять же, в прошлом семестре много общались, типа, что можно делать с деревьями. Это можно делать прямо в онлайне. Можно, то есть, добавлять, прибавлять к числу и находить сумму в поддереве можно если не надо в онлайне можно сначала вот остаться числа а потом посчитать для каждой вершины совпадили еще один dfs запустить по суффиксным ссылкам пощекать для каждой вершины сумму в ее поддерево можно так делать вот это сделать за линию так я уже немножко перебрал по времени да ладно что-то тяжело пошло сегодня так давайте что очень понятно я уже сказал у Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok